Ну вот скажи мне, вот почему так происходит? Живёшь-живёшь в своей жизни, живёшь-живёшь со своими радостями и печалями, и главное, ты чувствуешь себя абсолютно счастливой, потому что уверена, что скоро твоё счастье приплывёт на корабле с салыми парусами. И самое главное, что ты достойна этого счастья, достойна всего самого прекрасного, что есть на этой земле. И тут бац! Ты встречаешь его. Ну как кого? Мужчину. Нет, ты даже его сначала не встречаешь, он для тебя промелькнул просто как силуэт. Но когда уже у вас всё случилось, и ты начинаешь проматывать вот эту плёнку жизни назад, ты вспоминаешь, что вот этот когда-то силуэт, он настолько к тебе стремительно приближался, просто как скорый поезд. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. И тут, наконец-то, ты рассмотрела его во всей красе. Нет, это совсем не то, о чем я мечтала. Не то, что там окружающие судят, нет. Просто ты понимаешь, его образ не совпал с моим образом в голове, который я когда-то придумала в школе о моём идеальном мужчине. Просто не совпало. Но он ведь, этот силуэт настолько начинает проникать в твою жизнь, он начинает тебя провожать на работу, встречать с работы, названивать просто сутками или молчать в трубку. И ты понимаешь, что именно он ведь молчит. Иногда он что-то говорит, но, если честно, лучше бы не говорил. В какой-то момент ты даже боишься вернуться домой, включить телевизор и увидеть его там. Ну, кстати, если ты свяжешь свою жизнь с актёром, то так и будет. А это, поверь мне, ужас. В общем, так продолжается-продолжается, и постепенно твой большой интересный мир начинает сужаться, сужаться, сужаться просто до одной точки, где эта точка — это вот этот конкретный человек, который просто захватил весь твой мир. И вот как-нибудь ты сидишь с друзьями в кафе, пьёшь кофе с круассанами, и тут смотришь на часы и думаешь, интересно, а что это он сейчас делает, а о чём он сейчас думает. А следующая мысль, знаешь, что у тебя будет? Так, я не поняла. А почему это я сейчас о нём подумала? И вот как только ты подумала о том, почему ты подумала о нём в эту секунду, с этой самой минуты начинается самое главное. Ты начинаешь думать о нём всё чаще и чаще, чаще и чаще, чаще и чаще, пока, наконец, он не захватит весь твой мозг. Ну, тебе ничего не остаётся, как сделать шаг ему навстречу. Ты даже потом себя ругаешь, что этот шаг не сделала раньше, и вот ты ощущаешь вот это безумное счастье в твоей жизни. Но оно продолжается недолго. Тебе начинает не хватать каких-то страстей, ты начинаешь что-то придумывать, собирать чемодан и уходить от него, ждать, когда он тебя позовёт назад, снова уходить, и он опять тебя зовёт назад. Ну, так, продолжается несколько раз. На пятый раз он тебя уже не возвращает, и ты возвращаешься сама. Это, конечно, может продолжаться долго, но, поверь, всему приходит конец. И в одно прекрасное утро ты просыпаешься от этого ужасного будильника и понимаешь, а вот сейчас я, наконец-то, свободна. Так оглядываешься вокруг, опа, и как я раньше не замечала, что здесь так красиво. Да, ты вновь обретаешь свой мир, он вновь становится широким, интересным, ты начинаешь встречаться со своими старыми друзьями, заниматься какими-то интересными делами. Но здесь есть одно но. Несмотря на новое счастье, ты вновь продолжаешь мечтать о чём-то или о ком-то. Слушай, может, ему всё-таки позвонить? Продолжение следует... Продолжение следует...